Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, друзья! Привет всем партнерам! С вами Михеенко Николай. Сегодня я отвечу на часто задаваемый вопрос. Стоит ли вообще заниматься нашим бизнесом? Ведь наверняка уже прошло большое количество времени, и все самые сладкие ниши, я их так назову, уже заняты. И второй вопрос, на который тоже я отвечу благодаря этому графику. Что делать, если уже всем рассказал про свой бизнес, и уже нет людей? Просто нет. Ни знакомых, ни холодного контакта. Все, нет уже. Уже все перепробовал. Так вот я отвечаю. Поехали. Вот первая графа, которую я выделяю, это количество дистрибьюторов. На сегодняшний день приблизительно в компании FFI, которая строит через систему ПравТВ, людей приблизительно 30 тысяч. Опять же, приблизительно 30 тысяч. Раз, два, три. Количество дистрибьюторов 30 тысяч. Я в интернете, в Яндексе задал вопрос, сколько русского говорящего населения сидит в интернете, ну и соответственно в соцсетях. И компьютер мне выбил приблизительную, подчеркиваю приблизительную цифру, 31 миллион людей русского говорящего населения сидит в интернете. Вот сделаем такое соотношение 30 на 30 миллионов. Не на 31, а сделаем, чтобы удобно было читать, на 30 миллионов. 30, раз, два, три, четыре, пять, шесть миллионов. Так, и нажмем обновить. Так, серьезная полоска, видите, да, вот количество дистрибьюторов по соотношению. Прям разгуляться нашему бизнесу, вот, ну вообще, никак. Найти людей никак. Ну хорошо, все же 30, они же не будут заниматься. Есть, допустим, некоторое количество людей, которые, ну допустим, которые дети в соцсетях, они-то не работают, и бизнес, в принципе, не будут строить, да? Сюда же тоже они входят в 30 тысяч. Отнимем ровно половину, вот так, возьмем одним махом раз, и сделаем 15. Обновим. Ого, полоска уже стала жирная, такая, что не разгуляться, и бизнес, в принципе, тут строить незачем. Ладно, это еще не все. Отнимем еще немножко людей. На что их спишем? Спишем, 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 спишем их. На тем, которые не нужны деньги. Бывают же, что те люди, которые зашли в соцсети по другим причинам, и деньги им не нужны. Логически? Логически. Что, половину бахнем, оставим 7,5 миллионов. 7,5 миллионов. Обновить. Нажимаем обновить. Ага, я нолик один не убрал. Вот так, 7,5 миллионов. Нажимаем обновить. Да, полоска уже стала такая, что, в принципе, бизнес здесь не построишь. Но это еще не все. Давайте еще что-нибудь там спишем на еще на что-то людей. На что бы их списать? Кроме знаю. Ну, допустим, те люди, которые вообще не знают, что такое соцсети. Не знаю, есть такие, нет. Ну, давайте попробуем. Сколько отнимем? Ну, отнимем 3,5 миллиона. И оставим 4 миллиона людей. Все, 3,5 миллиона списали, которые не знают, что такое соцсети. Оставили 4 миллиона. Нажимаем обновить. Да, полоска серьезная. Бизнес уже здесь не построишь, конечно. Но это не все. Давайте еще спишем на что-нибудь. На что? На что, на что, на что? Не знаю. Ну, мама не разрешает. 2 миллиона людей, мама не разрешает. Ему или ей уже 35-40 лет, а мама не разрешает. Ну, оставим 2 миллиона тех людей, которые мама разрешает. Нажмем обновить. Да, полоска серьезная. Полоска серьезная. Я не знаю, бизнес можно ли тут вообще начинать. Ну, оставим еще половину. 1 миллион. А 1 миллион спишем на тех, которые просто вот недоумки. Да, вот такие недоумки, они попали в интернет, и с ними даже противно общаться. Оставим 1 миллион людей и нажмем обновить. Да, если честно, конечно, бизнес здесь не построишь, потому что уже все практически об этом знают, судя по графику. Все практически знают. И отвечаю на тот вопрос, что делать, если всем людям уже рассказал, а бизнеса нет. Так посмотрите, пожалуйста, на этот график и задайте себе вопрос. Всем ли людям вы рассказали, что бизнес наш есть? И всем ли людям вы дали возможность начать в нашем бизнесе? Посмотрите и посмейтесь. А я посмеюсь вместе с вами. С вами был Михеенко Николай. До встречи.